Привет, друзья! Хочу похвалить наших чиновников. Прошло пять лет с того момента, как по этой трассе в центре Сергия Упасада проехал кортеж Владимира Путина, приземлившегося здесь недалеко, на стадионе «Луч». Три вертолета Ми-8 приземлились, и он на своем кортеже буквально за минуту доехал до Красногорской площади, где утрой Сергия Лавры вместе с Патриархом обратился к собравшимся по случаю 700-летия Сергия Раднишского с жителем. Вот с тех пор, только сейчас, повешенный для красоты на здании института баннер начал отваливаться. Снимаете, что ли? Ну да. Ну сейчас-то еще не надо. Почему? Ну сейчас еще идет процесс подготовки. Ясно. А для чего это делается, если не секрет? 700-летие. Мне кажется, это вам каким-то вот потенкинскими деревнями натягивать баннер вместо того, чтобы фасад отремонтировать. Как про ситопию. Морда красит, а пизду не моет. Вот так грубо будем говорить. Вот мы не о строительстве. Правильно, да? Да. Как и есть. Потенкинские деревни. Ну это личная инициатива хозяев здания или это администрация? Это инициатива администрации. Понятное дело, что его повесили с благих побуждений, чтобы не травмировать психику президента, чтобы он, не дай бог, не подумал, что выделенные миллиарды рублей на приведение Сергея Посады к 700-летию были там, может быть, как-то нецелевым образом использованы. Но хочу отметить, вот какое качество все-таки работ делали буквально ради нескольких секунд проезда здесь Владимира Путина, а продержалось пять лет. В этом единстве, в правде и справедливости, в наших вековых ценностях, сила России, ее великое прошлое, настоящее и будущее. Мы будем потом ремонтировать, но сейчас все их нет пока. Вот именно такое единомыслие и предлагал преподобный Сергий своему народу. И мы знаем, что так оно и произошло. И когда во второстепенном мы свободно определяем свой выбор, но в главном подчиняем себя. Я шел по дороге, я шел, не зная печали, а след голоса мне ходом кричали, мне кричали. Что я шел не туда, что я выбрал не эту дорогу, что я должен шагать с ними рядом в ногу, идти рядом в ногу.